Восьмиклассники, здравствуйте! История России в восьмом классе. Понятия и термины. 29-й термин. Прибыльщики. Сама должность прибыльщик появилась при молодом Петре I в конце 17-го столетия. И уже в начале 18-го века, в 1700-ом, в 701-ом. И далее она очень сильно была развита. Прибыльщик в его обязанности входило заботиться об увеличении доходов, то есть увеличивать государеву казну. Для чего это необходимо было? Петр I ввел много войн. А война дело затратное. Нужны были деньги и на содержание армии, и на отливку пушек, заказы другого снаряжения и вооружения. И Петр I вводил очень много налогов, много новых налогов. Он облагал налогами и бани, и дубовые изделия, то есть изделия из дуба. И даже на гробы была определенная налоговая квота. Ну, естественно, Петр I сам это не делал, а придумыванием этих налогов как раз и занимались прибыльщики. Название прибыльщик, оно было что-то наподобие заместителя министра финансов, да даже может быть наподобие дворцового министра финансов. То есть следить за состоянием дел и финансов в государстве, и совершать производство и поиск новых возможностей для увеличения казны. А также усовершенствование методов налогообложения купцов, изъятие у них денег, если сказать по бытовому, просто. Дело в том, что был и обратный эффект, так как купцы, торговые люди, очень часто уклонялись от уплаты даже основных налогов. Особо предприимчивые подделывали документы и даже деньги. И платили эти поддельные деньги, вносили в казну, в уплату налога. Конечно, прибыльщики собирали не только ассигнации, но и килограммы монет, золота, серебряных денег. За заслуги перед казной прибыльщиков царь хорошо их и тут оплачивал. Так, например, когда прибыльщик Алексей Курбатов изъял пользу казны очень много средств и денег шустовых, богатых людей, то царь наградил этого прибыльщика Алексея Курбатова пятью тысячами рублями. Это были просто огромные деньги. Вот, если резюмировать, подводить итог, то прибыльщик должен был заботиться об увеличении государевой казны. И регулировать различным образом финансы, налоги с тем, чтобы казна постоянно увеличивалась. Спасибо за внимание. До свидания.